Виталий Зыков Пророчество Когда же проснутся ветры, предвестники бури, что изменит мир, то приумножатся ряды предателей дела отцов. Вспыхнут алым небеса и вспомнит мир об истинном цвете магии. Тогда же на вратах святилища спящих будут сломаны последние печати. Последний фрагмент фиорского пророчества – так называемые списки ужасов, расшифрованные по заказу Академии общей магии. Пролог В небольшом кабинете, недалеко от узкого стрельчатого окна бойницы, за столом сидел молодой мужчина и что-то увлеченно писал на желтоватом листе грубой бумаги. Острый кончик металлического пера невесомо порхал, увязывая хитрые закорючки букв. «И осмотр места преступления показал, что…» Человек на мгновение задумался, подбирая слова, и именно в этот момент на бумагу сорвалась жирная капля чернил. «А, демон бездны и тысяча мрахузов!» В ярости скомков почти полностью исписанный лист, чиновник швырнул комок в урну у самой двери и, как всегда, попал. В торе его крику со двора донесся истошный вопль недавно пойманного убийцы. Видно, преступник продолжал упорствовать, раз его рев вырвался наружу из подвала в дальнем конце дома правосудия. И ведь следствие уже нашло достаточно улик, ни у кого не возникало никаких сомнений в виновности мерзавца, тому оставалось только признаться, однако глупец продолжал городить прежний вздор об ошибке. Тихо скрипнула дверь, и в комнату ввалился щуплый паренек, нагруженный толстыми папками с документами из архива. «Осторожней, сказал! Осторожней, деревня ты конопатая!» Донесся из коридора визгливый, с неприятным присвистом, голос расследователя Серта Туармина. «Ты еще господина старшего расследователя Ерига Дубоя побеспокой своей неуклюжестью!» Вконец перепуганный мальчишка из младших песцов бухнул стопку старых дел на стол господина Дубоя, отчего последний досадливо поморщился и, раздраженно встав, подошел к окну. «О, бестолочь!» Донеслось из-за спины старшего расследователя, после чего раздался звук щедро отвешиваемого подзатыльника, торопливое бормотание, гневный окрик и удаляющийся топот грубых башмаков. «Совсем молодежь распустилась! Уже несколько бумажек донести не могут!» Провозгласил Туармин и уже более спокойно поинтересовался. «Ерик, неужели ты надеешься найти в этом старом хламе хоть что-то путное?» «Да эти документы лежали в шкафу, из которого один путь на свалку. Секты служителей бездны не проявляли себя уже больше сотни лет. Какие здесь могут быть связи?» Старший расследователь медленно повернулся к коллеге или даже, пожалуй, к тому, кого он мог бы назвать другом, и задумчиво потребовал. «Убери эту рухлядь с моего стола! Тебе этим заниматься! Вот и забирай к себе!» «Я-то заберу, но ты на вопрос не ответил!» Страдальчески закатив глаза, протянул Серта и в три приема перетащил пыльные тома на стол напротив. Дубой вернулся на свое место и недовольно смахнул пыль с освободившегося стола. «Сто лет, не тысяча! Еще остались живые свидетели тех событий! Те, кто мог натаскать нынешних искателей знаний и заступничества по-настоящему темных сил! Наши с тобой предшественники не могли найти всех, выжечь под корень всю заразу ковенов! Потому и будем искать похожие следы!» Ледяной взгляд старшего расследователя, до этого сверливший замерзшего коллегу, внезапно потеплел, и в уголках глаз появились веселые морщинки. «Вернее, ты этим будешь заниматься, а я... я буду думать!» В ответ расследователь Туармин досадливо тряхнул головой, отчего его спутанные черные волосы закрыли лицо, и пробурчал. «Ясно! Ну, хоть этот душегуб заткнулся! Видно, плата его все же уговорил!» Тоже заметив, что упорный обитатель ночного гамзара все-таки перестал кричать, Ерик позволил себе почти открыто улыбнуться уголком рта. «Плата всех уговаривает! Работа у него такая!» После чего с намеком добавил. «А у тебя работа попроще! Без лишнего шума и почти без крови! Вот ты ей и занимайся!» Договорить дубою не дали. Дверь с треском распахнулась, и в кабинет ворвался разгоряченный стражник. «Беда, господа расследователи! Говорят, в квартале книгачей в продавшейся тьме появились. Из дома одного разорившегося торговца такие крики раздаются, что, стал быть, соседи патрульным сообщили, а те...» Старший расследователь, услышав о продавшихся тьме, мигом выскочил из-за стола и прикрикнул на замешков. «Что расселся? Придется отложить всю эту бумажную волокиту на время. А ты прикажи карету готовить. Да насчет десятка стражей распорядись. Живо!» Командный рык дубоем буквально вышвырнул стражника вон. Подскочив к стене, ерик ткнул небольшим стержнем в узкую щель и тут же рывком дернул за появившуюся из ниоткуда ручку. С лязгом отворился потайной сейф, откуда были мигом извлечены жезл огненных пчел и два защитных амулета. «Держи и бегом за мной!» В который раз за этот день рявкнул старший расследователь, сунув в руки Серта один из амулетов и едва ли не силой вытолкнул своего менее расторупного коллегу в коридор. «Быть может, сегодня успеем застать хоть кого-то из этих тварей?» В карете расследователи все больше молчали, подготавливаясь к встрече с очередной гранью человеческого безумия. Вот уже больше сезона прошло, как утихли последние отголоски громкого дела о запретной магии в самом центре Гамзара. Замолчали маги-наблюдатели, угомонились дипломаты. Об убийстве герцога Орвуса, попросившего покровительство Совета Гильдии, начали забывать. Разве что продолжали крутиться слухи о возрождении очередного Черного Ковена, который вроде бы даже поддерживал мятежного зелотского герцога. Но поначалу власти Джуги отнеслись к этому как к бессмысленным сказкам. Мол, вечно что-то этим чародеям Нолда мерещится. Да и по дипломатическим каналам ничего они не передавали. А значит, ничего такого и нет. Первые убитые появились аккурат четыре седмицы назад. Жутко изуродованные тела в глухих коморках заброшенных подвалов, кровавые рисунки вокруг, тушки зверски забитых животных, непонятные конструкции из металла, драгоценных камней и редких пород дерева. Все говорило о неизвестном доселе ритуале самых глубин бездны. Вот только почему-то молчали сторожевые артефакты магов. Растерянно разводили руками местные специалисты по истории демонологии и некромантии из Джукского университета. Казалось, что это не магический ритуал, а просто дело рук богатого влиятельного безумца, спятившего на почве темных искусств. Но Ерик что-то не верил в подобную ерунду. В происходящем просматривалась система, какой-то смысл, и не было здесь безумия, а одна лишь бесчеловечная, запредельно жестокая демоническая логика. Одна беда. Маги больше на каждый такой случай не выезжают. Говорят, вы, господин старший расследователь, не в сплетни городские о продавшихся тьме верьте, а опасного сумасшедшего ищите. Уж его-то и без волшбы найти можно. «Никак приехали, задери меня, Мархуз!» Дрогнувшим голосом воскликнул сертоту Армин и подвигал коротким мечом в ножнах. Пока он собирался с духом, оттягивая момент неминуемой встречи, если и не с монстром-убийцей или даже убийцами, так со следами их кровавого безумия, старший расследователь уже выскочил наружу. Двое остаются у парадного входа, трое бегом за дом, а остальные со мной внутрь.